Значит, Алекс, спасибо огромное за щедрый донат. 250 рубчинских сердечком на видос, который называется «От Гутенберга к Цукербергу. Как смартфоны делают нас глупее». Кто такой Гутенберг? Сейчас окажется, что если я это не знал, то я прям тупой. А, это тот, который, походу, придумал книги. Ну, пошел он нахер. Хе-хе-хе-хе. Значит, спасибо тем, кто зашел на это чудесное видео. За ваши лайки, подписки, комментарии и все такое. Спасибо еще больше тем, кто будет заходить на мои стримы. И самое большое спасибо, конечно же, кому, а правильно, донатерам. Ну, вы мою позицию уже поняли. Я в этом плане считаю, что книги — это все анальная дресня и нелепое говно. Ну, то есть, мне просто это нафиг не нужно. Я совершенно не против тех людей, которые читают книги, но если человек читает книги, и он считает из-за этого себя более умным, чем все остальные, и, соответственно, выпендривается тем, особенно если он читает не действительно полезную какую-то образовательную литературу, скажем, а какое-то художественное говно. То есть, одно дело — читать книги по экономике, читать книги по, там, развитию в каких-то сферах, которые тебе, допустим, ну, в твоих сферах, короче говоря, да. И совершенно другое дело — читать ободственную всякую художественную адресню и прям говорить, что вот, типа, сейчас поколение, бля, такое деградированное, в телефонах своих сидит, вообще такие тупые, бивисы, бадхиды и так далее. То есть, это полная дичь, в телефоне точно так же, то есть, есть деграданты, конечно же, но деградантов было полно всегда, деграданты были и в средние века, и в 20 веке, и сейчас, и деградантов всегда большинство, но при этом технологии помогают обучаться, соответственно, тем, кто к этому предрасположен, кто этим заниматься хочет, то есть, просто я не знаю, хотя бы, если у человека хоть какая-то есть тяга к знаниям, хоть какое-то желание что-то узнавать новое и изучать, то просто хотя бы тупо Википедию и Ютуб он почитает, и, соответственно, уже что-то вытащит из этого. Ну, давайте посмотрим, что тут наговорили. Пожалуйста, вам слово. Когда мы говорим о цифровизации, мы говорим обычно о цифровизации бизнес-процессов, государственном управлении, образовании, но дьявол в деталях, и я бы хотел говорить о том, как изменились человеческая психология, его психика, и как меняется наш мозг в данной ситуации, когда мы цифровизуем, по сути дела, уже человека. Здесь есть ряд проблем, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Ну, очевидно, что мы состоим из тех химических элементов, которые мы потребляем из окружающей среды с пищей, и в этом смысле можно сказать, что мы то, что мы едим. Но то же самое абсолютно идентично и для ментальной сферы. Мы то, какую информацию мы потребляем. Сейчас я попрошу вас посмотреть на этого человека. Ему не хватало всего лишь одного химического элемента, йода, для того, чтобы он был карликом, страдал кретинизмом. Это недостаток в пище. А теперь мы говорим о изменениях в информационной среде. Я предлагаю вам посмотреть. Вот я, Глебу Жигалко, Глеб, я тебе отвечу так. Лучше стримить для 20 людей, скажем, за тысячу, полторы, две, иногда пять, иногда десять, иногда тридцать в день, чем стримить для двухсот кретинов, от которых я получу, не знаю, рублей двести от всех вместе взятых, которые только и будут мне ныть о том, что сыграй универсальный комментарий, спой вот эту песню, сыграй какой за я милый, и так далее. То есть я знаю типа вроде как популярных артистов, которые, по сути, кроме как... Ну, то есть, короче, вот именно стримом они не могут нафармить баблишко даже на пиво, что весьма несправедливо, я считаю. Так что нет, по-моему, ты спизданул хуйню. Смотреть на этот слайд, здесь есть изображение замечательной статьи по нейрофизиологии, и с другой стороны инстаграм Ким Кардашьян. Посмотрите, пожалуйста, за вашим взглядом, на что вы смотрите. Понятное дело, на что. На строку донатов. Жду, почему она похожа на сигарету пока что, а не на... Не удивляйтесь и не стыдитесь. Бак мочить. Так работает наша психика, когда нам предлагают две задачи, простую и сложную, вы выбираете ту, которая проще. Это связано с экономикой нашего мозга. Он потребляет очень большое количество энергии, и поэтому экономический принцип требует от нас всегда выбирать те задачи, которые попроще. Понятно. И дальше представители медиа-индустрии, которые создают, собственно, контент, они соревнуются друг с другом на предмет того, какой контент сделать как можно более проще. И мы сейчас наблюдаем экскалацию примитивного контента. А мы, как мы уже сказали, это то, какой контент мы потребляем. Значит, мы сейчас, по сути дела, переживаем фундаментальную трансформацию. Мы переезжаем из галактики Гутенберга в галактику... Ну, читать книги и уметь разговаривать. Боюсь, что эти вещи едва ли связаны. ...у Цукерберга. Из цивилизации текстов системного мышления мы переходим в цивилизацию зрительных образов, где нет ни аналитического мышления, ни системного. Как это изменение структурной информации влияет на то, что происходит с нами с нейрофизиологической точки зрения? Должен сказать, что за последние годы мы получили возможность заглянуть в живой работающий мозг, и мы узнали, что он работает совсем иначе, нежели мы представляли раньше. Здесь вы видите профессора Маркуса Рейчела, который рассказал нам о том, что наш мозг работает, по сути, в трёх базовых режимах. Это важная вещь, поэтому я хочу зафиксировать ваше внимание на этом. Посмотрите на нижнюю строку. Это мозг активный, который занимается потреблением информации. Он примерно у вас сейчас в таком состоянии. Я даю информацию, вы её потребляете. За это отвечает центральная исполнительская сеть. В середине этого слайда вы видите мозг, который занят ориентацией в ситуации. Когда вы вошли в этот зал... Блядь, где бы Инстаграм Ким Кардашьян сейчас открыть, посмотреть? Что он душнит? Я пока не понимаю, что он хочет. Вам нужно было найти место. У вас была включена сеть выявлений... Вот, спасибо. А вот... У меня просто в Инсту зашёл, мне первое, что мне выпало, как бы какая-то бабища. Наверху вы видите такой очень яркий, горящий мозг. Это мозг, который думает ни о чём. На, блядь! Дорова, спасибо тебе, батя, нахуй, за такую хуйню. Да ёпта, бля, спасибо, нахуй, бля, за донат. С вами такое случается. Вы о чём-то задумываетесь, вас спрашивают, о чём ты задумался, и вы говорите, ни о чём. Но на самом деле это самый важный режим работы мозга. Потому что в этот момент ваш мозг просчитывает разные аспекты ситуации. Он учитывает системный аспект. И именно в этих состояниях вам приходят самые интересные решения. Это не важно, ребята. Важно, что мозг учитывает хуемные пердекты. Это гораздо более нужная вещь, которую обязательно нужно учитывать. ...энсайты. Именно в этот момент вы вскрикиваете «Эврика». Раньше мы думали, что мозг организован локальным принципом, что есть отдельные зоны мозга, которые отвечают за отдельные функции. Зрительная кора, слуховая кора, двигательная кора. Но сейчас мы узнали, что всё намного сложнее. В течение первых 25 лет жизни наши нейронные клетки связываются с друг с другом в отдалённых отделах мозга. Прорастают нейронные связи и образуют те самые нейронные сети, которые будут отвечать за три базовых режима работы. Как я уже сказал, на это потребуется 25 лет. Потому что, когда мы рождаемся, действительно наши связи в мозге локальные. И для того, чтобы мы научились концентрировать внимание, для того, чтобы мы научились ориентироваться в ситуации, для того, чтобы мы научились думать, нам нужно 25 лет жизни. Здесь я показываю математические диаграммы связанности мозга. О, я ещё не научился, ребят. Происходит дифференциация в рамках отдельных анатомических зон. И, с другой стороны, консолидация именно вот этих систем. Это вы видите в нижней части графика. Какую хуйню чувак втирает. По сути дела, мы занимаемся тем, что мы создаём программный сервер, который будет отвечать за процессы мышления в вашем взрослом возрасте. И молодой человек не просто получает знания о мире, пока он образовывается. Люди уже посудой гремят, чтобы намекают ему, да забыть заебал-то. Чё ты хочешь-то вообще? Молодой человек, по сути дела, программирует свой мозг. Как смартфоны делают нас глупее. Вот, блядь, я не знаю, что этого человека сделало таким, но вот реально, насколько надо быть умным, да, так сказать, прям разумистым, в кавычках, чтобы, короче, вот так душнить и... и ничего не сказать, по сути дела. Бла-бла-бла, наш мозг развивается вот так, и... Типа он Virgin Чувак и Чед Моисей Великанов. Типа, это все херня. Вот он сейчас 15 минут будет говорить, а я уверен, что в конце всю его мысль я смогу уложить две фразы. В какой ситуации оказались нынешние молодые люди, которые занимаются программированием нашего, своего мозга, в ситуации, когда мы имеем гиперинформационную среду, и как это сказывается на их мышлении? Первая вещь, самая неприятная, которая связана с подавлением работы дефолт-системы мозга. Здесь вы видите Эшли Чен, это исследовательница, которая показала, что те три системы, про которые я вам рассказываю, являются антагонистами. В один иностранстве по первой фразе. Да, я так понимаю, это просто мероприятие на английском, и он сказал, что, типа, говорить он будет по-русски. Может быть, как раз... Как раз я думаю, нифига, я думаю, что у него русский родной язык. Ну, а если нет, тогда да, он очень здорово говорит по-русски. Я так понимаю, он сказал об этом просто потому, что, типа, не будет он на английском читать лекцию, и там переводят ее, скорее всего, параллельно. То есть в тот момент, когда вы активизируете сеть выявления значимости и центральную исполнительскую сеть, дефолт-система, ответственное замышление подавляется. Напротив, когда подавляются центральная исполнительская сеть и сеть выявления значимости, дефолт-система активизируется. В ситуации, когда вы потребляете контент постоянно, у вас активна центральная исполнительская сеть, и это значит, что энергия в ваши зоны мозга, отвечающие за мышление, не поступает. О, Герман сидит. То есть, по сути дела, ваш мозг впадает в спячку. Поэтому не надо удивляться, что люди, которые не вылезают из Твиттера и Инстаграм, редко включают голову, мыслят стереотипы, штамблонно и не развиваются. Потому что у них что, блядь? Не включается диссертативный... Поэтому не надо удивляться. Причем я уверен, что педрилы какие-нибудь, которые сами нихуя не поняли вообще из этого видоса, кроме того, что ну кто сидит в Инстаграме, те тупые вообще. Вот это единственная мысль, которую эти педрилы отсюда поняли, и они, сука, будут ее форсить. Типа прям писать, да, в натуре, правильно сказали. А, тут комментарии закрыты. Но если бы они были открыты, то люди писали бы, да, да, типа, в натуре чувак вообще, короче, да, правильно про эти тупых телок сказал, которые в Инстаграме сидят. Вот то ли дело мы с пацанами, мы пиво пьем, мы умные. Это мы говорим про взрослых людей, а давайте поговорим о наших детях. Если вы посмотрите на эти данные, они действительно шокируют. 40% детей в США и России... Короче, онлайн почти все время. Ну, до хера, и чё. До 10 лет практически постоянно находятся онлайн. То есть практически постоянно потребляют информацию. Производят. Если верить лаборатории Касперского, европейские родители более сознательны в этом смысле. Но к 14-18 годам ситуация сравнивается, и практически все подростки в мире 60-70% времени проводят онлайн. То есть они отправляют свой сервер мышления в спячку. Или он у них просто не формируется. Но это не единственная проблема. Следующая проблема заключается в том, что, как нам рассказала Глория Марк, для того, чтобы вы включили свою дефолт-систему, для того, чтобы она озаботилась серьезной проблемой и стала о ней думать, ей нужно время. Ей нужно 23 минуты. Если этих 23 минут не будет, то вы будете продолжать находиться в другом пространстве. И вот посмотрите на данные исследований 2016 года. Уже тогда в день среднестатистический человек проходил порядка 80 телефонных сессий в сутки. Это значит, что он прерывался каждые 15 минут. То есть у него фактически не было времени, не было тех 23 минут для того, чтобы запустить свою дефолт-систему и загрузить ее необходимыми интеллектуальными объектами. И это еще не все. Следующая проблема состоит в том, что дефолт-система эволюционно была создана для того, чтобы мы простраивали социальные отношения с другими людьми. Эволюционно — это самая социальная система. Но что мы наблюдаем в настоящий момент? Уже в 1997 году количество экранного времени сравнялось с количеством времени, которое мы использовали, общаясь лицом к лицу. В момент появления айфона в 2007 году экранное время человека составляло более 8 часов, тогда как общение лицом к лицу уже менее двух. И, как вы понимаете, эта тенденция дальше только усиливалась. В результате, то, что мы имеем сейчас, это, по сути дела, эпидемия цифрового аутизма. Цифровой аутизм — это состояние, при котором молодые люди не могут поддерживать длительный психологический контакт с другом. Они не интересуются внутренним миром другого человека. Другие люди для них, по сути дела... То есть, хуя ли надо интересоваться, блядь, внутренними мирами других людей вообще? ...стали заменяемыми, потому что они не видят ценности каждого из них в отдельности. Так у них нет ценности! С чем? Это же хорошо не видеть ценности в отдельно взятых каких-то людях. Люди — мясо! Даже на свиданиях молодые люди предпочитают телефон, нежели общение с человеком, с которым они на это свидание пришли. Так, и что плохого? Ну? Ну, кто-то может сказать, что, в общем, может быть, это новая цивилизация, мы должны просто к этому привыкнуть, это новый мир. Но тем, кто так думает, я хочу предложить данные вот этого исследования 2018 года, которое было сделано на очень больших выборках. И здесь мы получаем следующую информацию. Если вы проводите в телефоне больше двух с половиной трех часов, у вас резко возрастают показатели депрессивных мыслей и суицидальных наклонностей. Пик этого графика — это суицидальные и депрессивные наклонности. Если ты, блядь, без него проводишь время, живя... То есть, еще раз, смотрите, чуваки, как это работает на самом деле. Если ты, допустим, если твой батя какой-нибудь миллионер сраный, и ты... Ну, и ты можешь позволить себе просто любые варианты, развлечений, да, и приколюх, то есть, хочешь — путешествуешь, смотришь вокруг, там, на мир. Хочешь — пошел в какой-нибудь, там, не знаю, бар, не бар тусить с чуваками, в бильярд, там, не знаю, в кальяне общаться с корешами, то есть, у тебя просто... ты именно беззаботный, если можешь позволить себе жить, то... возможно, что это как бы и применимо. И возможно, что тебе в телефоне скучнее даже жить, чем в реальной жизни, и, типа, если замерять поэтаким, допустим, людям, то действительно, если он долго сидит в телефоне, это не причина, то есть не потому, что он сидит в телефоне, а скорее как бы то, что он сидит в телефоне, это, может быть, следствие того, что у него началась некая, там, апатия, депрессия, нежелание, там, тусить, нежелание смотреть на всю херню, и, типа, вот, в телефоне интереснее, чем в реальной жизни. Я уверен, что жопу на уши от скуки, от ненависти ко всему окружающему миру, к людям, и просто вот от всех таких вещей натянет себе абсолютно любой подросток и даже взрослый человек, который, будучи, скажем, человеком среднего достатка, будет вынужден не иметь возможности пользоваться социальными сетями, да, или, там, своими гаджетами. Ну, вот, даже, допустим, если бы у меня был телефон, и все, что я мог бы в нем делать, это вместо того, чтобы... Вот я могу сидеть вконтакте, все, общаться, там, как-то, не знаю, какие-то, вот, тоже мутить связи, там, на ютюбе что-то какой-то контент еще обрабатывать, в инсту что-то выкладывать, соответственно, как-то... Ну, я больше произвожу контент, да. Ну, и потреблять его тоже, то есть для того, чтобы изучать информацию какую-то, получать новости, там, бла-бла-бла-бла-бла. И каким-то образом, не знаю, формировать взгляды свои и прочее, прочее, прочее. И вместо этого все, что я мог бы, это, не знаю, в игрульки играть какие-нибудь сраные. Вот тогда как раз и началась бы депрессия, деградация и прочее говно. То есть, ну, по мне так это звучит как полный бред, что, типа, чем больше сидишь в телефоне, тем больше у тебя, блядь, депрессия, типа. Я готов поверить в обратное. То есть, что люди, которые, которые сидят в телефоне долго, они более склонные, ну, то есть, среди них больше процентов людей депрессивных. Просто потому, что это не причина, короче, причина следственной связи ровно наоборот. То есть, люди, которые, у которых обычная жизнь не настолько интересная, классная, нет таких целей, нет вот этой заряженности внутренней, что им не до телефона то есть, соответственно, они меньше сидят в телефоне, просто потому, что им есть чем заняться поинтереснее. А как бы люди более-менее среднеобычные, они сидят в телефоне, и как бы среднеобычный человек, он всегда такой унылый, грустный, это, ну, короче, блядь, у чувака, мне кажется, причина следственной связи, или не у чувака, а у того, на что он ссылается, извернутый наизнанку. Ну, мне так кажется. Конечно, кто-то пытается бороться с депрессией и уходит в телефон для того, чтобы избавиться от неприятных депрессивных мыслей, но для большинства все-таки присутствие в телефоне вызывает ощущение собственной неполноценности, отчужденности. Да, блядь, пять часов посидел, видите ли, в телефоне, и депрессия сразу вот приехала, или что там? Бивариэйт. Социального напряжения и так далее. Социальные сети в этом смысле действуют очень болезненно. Следующий график у нас есть возможность... Но с другой стороны там график показывает и обратное, что если ты совсем в нем не сидишь, то тоже ты вот слишком мало посидел, больше депрессивных, а потом типа, ну, не знаю, мне кажется... Можно сравнить людей, которые пользуются телефоном и которые не пользуются телефоном. Такие еще остались. И это израильское исследование и в левой части графика вы видите темные столбцы. Это симптомы СДВГ у людей, у всех людей, которые пользуются телефонами. Светлые столбцы это симптомы СДВГ у тех людей, которые не пользуются. Но значительно более интересно вторая часть этого исследования. Людей, которые не пользовались до этого смартфонами, попросили пользоваться смартфонами. Сидром дефицита что-то там, наверное, да? Внимание, гиперактивность. В протяжении трех месяцев они пользовались смартфонами. В результате чего выросла социальная настороженность, агрессия, внутреннее напряжение и комфортность. Что такое СДВГ? Это значит, тебе скучно смотреть всякую дресню типа вот этой. Вот это и есть СДВГ. или типа тебе скучно внимать какому-то супер тупому говну, предположим, да? То есть вот это когда люди не досматривают мои, допустим, видосы какие-нибудь, потому что это хуйня и потому что в мире есть более интересные штуки. Или смотрят их не на скорости там один, а на скорости полтора икс, один из семьдесят пять или два икс, потому что ну, короче, это просто уже формат потребления. Это, грубо говоря, люди зажрались и им просто нахера смотреть унылое говно, если в мире полно веселого говна и нахера смотреть даже обучающий контент. Зачем смотреть унылый обучающий контент и полезный контент, если есть веселый обучающий и полезный контент, который гораздо более эффективен даже? Это типа СДВГ, а что плохого в этом СДВГ? Типа дефицит внимания. Да это не дефицит внимания, это у тебя дефицит, блядь, не дефицит, а переизбыток уныния в тебе и дефицит, соответственно, веселья. Да, то есть дефицит годноты. Зачательство. Ну и последнее, что я хотел бы, предпоследнее, что я хотел бы сказать, это феномен дистального видения. Дело в том, что дристального видения наши мотивации, наши цели объясняются тем, ну, кстати, да, фенчик, он прям, внимание у тебя начинает сосредотачиваться на всякой херне очень люто, да, есть такое. Насколько мы способны, наш мозг способен конструировать образ будущего? Насколько мы можем заглядывать вперед, думать о нашем будущем? И вот что получается. Если дефолт-система не работает, и вы здесь видите, то дистальное видение, то есть возможность заглядывать вперед у человека утрачивается. То есть, по сути дела, он не может бандивироваться и не может ставить перед собой цели. Ну и, как я и обещал, вишенка на этом безумном торте. Это очень интересное исследование 17-го года ворда и баса, в котором исследовались три группы студентов, которые выполняли креативные и мыслительные тесты. А кто этот жук? Это было три группы по несколько сотен человек. Различие между этими группами состояло в следующем. Представители первой группы, заполняя тесты, должны были оставить свои телефоны за пределами комнаты, в которой они заполняли тесты. Представители второго... А, это какой-то, типа, даже известный хмырь, да? Типа, это какой-то, там... Не тот, который доктор Курпатов, про него же, типа, что-то тоже рассказывали. Ясно, понятно, всё. Но про него рассказывали и плохое, и хорошее, ребята, так что... Второй группой могли держать телефон рядом с собой, или в кармане, или в сумке. Представители третьей группы... Ну, это, по крайней мере, не просто ходить с горой, экраном вниз. Это типа, вроде как, прошаренный, вот именно в этой теме хмырь. Вот о чём. Дальше заполнять тесты. Оказалось, что просто физическое местоположение телефона влияет, с одной стороны, на уровень, объём оперативной памяти, это первый график, и второе, на подвижный интеллект, это второй график. Маленький столбец, это телефон лежит на столе, большой столбец, это когда он находит... Оперативная память, вот эта самая, она пропадает за ненадобностью, если есть телефон. То есть, это, знаешь, вот как, типа, грубо говоря, если бы вот обезьяны собрались и начали бы говорить, вот, представляете, люди, которые вот, ну, типа, становятся уже людьми, они деградируют. У них ноги перестают работать как лапы, они уже не могут хвататься ими за лианы, и за деревья. То есть, они у них прямые, и ногами человек ничего не может схватить, а если даже и может, то очень плохо. И у них пропал хвост, что тоже весьма ужасно, остался какой-то там только копчик, которым нет никакого смысла. Это же просто полный бред. А потом придёт какая-нибудь рептилия, ещё и тоже начнёт говорить, да, что люди деградировали, представляете, у них кусок лёгкого редуцирован для того, чтобы сердце было, типа, там, больше. Это же полная деградация, и там, я не знаю, и ногтей теперь у людей нет. То есть, человек не может теперь голыми руками разрывать мясо, вот, потому что теперь всё, у людей уже ногти не такие, они у них жухлые, тонкие, и, соответственно, видите, люди деградировали. Вот точно, это в биологии называется, я очень плохо разбираюсь в биологии, но вот одно единственное я выучил, это как раз вот редуцирование, да, то есть вот такую историю. Типа, то, о чём он говорит, типа, вот эта вот память, она редуцируется за ненадобностью. Нахуя тебе иметь память на всякое бесполезное говно? То есть, помнить надо важные вещи, и запоминать надо, заучивать без телефонов, и просто знать на зубок действительно важные вещи. А запоминать всякую дресню, зачем мне запоминать эту дресню, если у меня есть прекрасный айфон, в котором у меня есть заметки, в которые я могу их занести, и не забивать себе неоперативную, нехуятивную память всяким говном, и держать свой мозг абсолютно чистым и открытым к тому, чем я сам хочу его набивать. ...в другой комнате. У вас увеличиваются объёмы рабочей памяти и подвижного интеллекта, когда телефона нету с вами, и вы глупеете, когда с вами есть телефон. Ну, на самом деле... Так, что ж такое глупость? Давайте сейчас проверим ещё. Правильно ли он этот термин употребил, кстати? Низкая степень интеллекта. Интеллект, типа, снижается. Ну, хорошо, предположим. Я сейчас раскрыл только один из четырёх базовых пунктов, с которыми мы столкнулись в настоящий момент. Действительно, изменение в потреблении информации приводит к тому, что мы переживаем, по сути дела, разделение не только мира на богатых и бедных, но мир на умных и глупых. Кроме этого, мы наблюдаем изменения в структуре социального взаимодействия. Отсутствие вертикальных систем управления и в социальности, где есть верх и низ, переход к горизонтальному обществу ведёт к тому, что мы теряем навыки и возможности биологические к обучению и хуже учимся. От этого страдает образовательный процесс. Третья вещь, которую нужно понимать, что изменения в коммуникациях приводят к цифровому аутизму, приводят к снижению эмоционального интеллекта, приводят... Самое ужасное не то, что мы хуже учимся, а что мы хуюже пердучимся. ...выдет к увеличению цифровой зависимости. И последнее, что нужно сказать, что общая установка на гедонизм, на получение удовольствия, при неспособности строить образы будущего, приводит к тому, что люди становятся очень нетолерантны к своим провалам, рассчитывают на лёгкий успех, и, к сожалению, всё это, как мы понимаем, не лучшим образом будет работать на экономику, цивилизацию, в целом, на общество. «Итак, можем ли мы отдать когнитивные функции машинам?» спрашивает Дэниел Деннет, один из самых великих ныне живущих философов, и шутит. «Да, конечно, можем, если мы сможем предотвратить атрофию своих познавательных навыков. К сожалению, именно это сейчас и составляет основную проблему». Что с этим делать? Ну, я как психиатр скажу, что давайте посмотрим на три сети мозга. Ещё в 2007 году Норман Фарб показал, что медитация и осознанность позволяют улучшать состояние сети выявления значимости, которая отвечает на переключение между дефолт-системой и центральной исполнительной сетью. Сама центральная исполнительная сеть улучшает свою работу, у вас улучшается эффективность вашего мышления в случае, если вы используете правила цифровой гигиены, которые сейчас должны уже стать нормой жизни. И, наконец, для того, чтобы ваша дефолт- «Я бы желаю цифровая гигиена, шо?» система, которая отвечает за мышление, работала лучше. Вам необходимо улучшать свои социальные связи и увеличивать количество социальных коммуникаций. Ну, об этом всём скажут другие спикеры, я надеюсь. А я благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Хуйню какую-то, блядь. Втер вообще, я нихуя не понимаю, блядь. Говно какое-то полное. Всё, я не знаю. Спасибо за донат, кто задонатил. Спасибо за просмотр, кто посмотрел. Видос заканчиваем, стрим продолжаем. Я, конечно, мог бы сейчас сложными словами сказать, типа, что он втер хуйню, но вот какой смысл сложными словами говорить простые вещи? Я не понимаю. Я бы мог сказать, данный индивидуум своей блистательной речью, не знаю, и там подобрать какие-то ещё слова, типа, не не соизволил подобрать подходящую терминологию, подходящий лексикон, уместный для того, чтобы донести информацию, и по сути его лекция оказалась очень пресной и ненасыщенной информативностью, и, соответственно, безрезультативной, и не принесла нам с вами, господа, какой-то информации, которая позволила бы нам действительно начать с пользой проводить свой быт. Ну, типа, я бы мог как-то так затереть, если бы подумал, я бы мог ещё красивее сказать. Но зачем всё вот это дерьмо нужно, если можно сказать, чувак спизданул какую-то непонятную хуйню, и, блядь, до хера ещё, что спизданул такого, с чем можно поспорить, и всё это дресня нелепая. Вот, соответственно, ребятки, не усложняйте то, что не надо усложнять. Всем спасибо за просмотр, видос заканчиваем, стрим продолжаем.